Табаррук это называется желать от чего-то благодати барраката. У нас бывают два вида требования благодати. Узаконенный и то, что является запретным, то есть малым ширком. За узаконенный. То есть когда человек желает барраката в том, что узаконен шариатом. Допустим, желает барраката, читая Куран. Задумываясь над смыслом аятов куранических. Когда он живет в соответствии с аятами Курана. Лечится Кураном. Желает барраката, совершая молитву в мечети пророка или в мечети Харам. Желает барраката большим посещением умры или же частым посещением умры или же совершая хач к дому Аллаху спонталю. Эти виды барраката или желания барраката являются узаконенными, так как на них указывают доводы из Курана и Сунн. То есть человек берет барракат из вещи, которые можно воспринять каким-то органом. Говорит, допустим, про книги четырех имамов и говорит Всевышний Аллах спонталю дал барракат этих книг. Потому что люди извлекли пользу из их знаний. Говорим про Сахия Бухари, что эта книга в ней барракат, потому что люди извлекли из нее барракат знаний. То есть этот барракат, который мы чувствуем. Если вещь не указана, что в ней есть барракат ни в шариате, ни органами чувств, как мы сказали, тогда он переходит из шариатского вида требования баррака к запретному виду барракат. Ширк Асгарат Табаррук Альмамну Акадеса Лакбар. Табаррук запретный является малым ширком и может даже довести до большого. Когда, допустим, человек трется о каких-то личных. За какие-то камни трется. Разные места трется. Допустим, трется о пыль, которая на могилах. Допустим, некоторые деревья или некоторых перстням прикасаются. Нам нельзя прикасаться к каждым камням, даже к черному камню, желая барракат. Потому что камень не приносит ни пользы, ни вреда. Поэтому мы целуем этот камень и не прикасаемся только из-за того, что так делал Порок Саласа. Мы не имеем права обтираться об личности. Барракат надо просить только у Аллаха. Некоторые люди берут деревья и вешают туда всякие веревочки, думая, что этим самым они приобретут барракат. Это является малым ширком и даже может довести до большого ширка. Люди женятся, и потом не может женщина забеременеть, они идут к дереву, вешают туда веревочку с надеждой, что придет им ребенок. Это является ширком. Потому что этим самым она получается, что меняется деревом. Поэтому барракат надо просить только у Аллаха. Мы не имеем права желать барраката с деревьев или с камней, как это делали люди, которые женят до Ислам. Один человек говорит, у меня есть камешек из Медины или пыль из Медины. Она не приносит ни пользы, ни вред. Пророк Саалсам при битве, при уходе, выбили ему зуб, его поранили и были убиты его сподвижники. Поэтому гора Ухуд ничем не помогла, даже пророку с сахабами не помогла. Поэтому мы должны остерегаться этого запретного вида требования барраката, который является малым ширком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!